Давайте к следующей главе. Это, собственно, глава об объективности. О непорочном познании. О неисторическом или объективном познании. Вы уже знаете, в чем Ницше обвиняет всех философов прошлого, потому что их недоставало исторического чувства. И вот теперь объективное познание. Вчера взошел месяц, мне казалось, что он хочет родить солнце, так широко, как нас на сносях. На сносях, да, все правильно. Лежал он на горизонте. Но он обманул меня своей беременностью. И скорее еще я поверю в месяц мужчину, чем в месяц женщину. Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Поистине, с нечистой совестью бродит он по крышам. Он похотливый ревник. Этот монах в месяце падок он на земле. И всех радостей влюблен. Нет, я не люблю его, этого кота на крыше. Противны мне все, кто подкадывается к полузакрытым окнам. Набожно и молча войдет он по звездным коврам. Но я не люблю мужских ног, вступающих тихо, на которых, извини, даже шпора. Солнце и луна. Почувствовали метафору? Да. Солнце как производящая сила и месяц как отражающая сила. Объективная философия или созерцательная философия или не историческая философия хочет быть как солнце. Хочет казаться солнцем. Создавать что-то. Но она ничего не создает. Она только отражает. Созерцает и отражает. Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Но он все равно мужчина, он не женщина. Он не способен ничего создать. Не способен ничего родить. Нет, я не люблю этого кота на крышах. Противны мне все, кто подкрадывается к полузакрытым окнам. Созерцатель. Что делает созерцатель? Он подглядывает. То есть, чем занимается какой-нибудь биолог? Он смотрит, как где-то гусеницы совокупляются. Они заняты своим делом, и он такой в щелочку, значит, смотрит в микроскоп, как там все это дело происходит. И потом всем рассказывает. Вот это также не нравится Ницше. Что еще? Он ни с кем не спорит. Он ни с кем не борется. Он не сопротивляется. Ему это не нужно. Как созерцающий, он никому не угрожает. Шаги всякого честного правдива говорят. Но кошка идет по земле крадучись. Взгляни, пока шачий лукавый восходит месяц. Такое сравнение даю я вам, чувствительные лицемеры, вам и ищущие чистого познания. Вас называю я числостолюбцами. Слостолюбцами, да. Вы также любите землю и земное. Я разгадал вас. Но стыд вашей любви и нечистая совесть. Вы подобны месяцу. Прозирая земное, убедили ваш дух. Но не нутро ваше. Я, а оно. Вас сильнее всего. И теперь следится ваш дух, что угрожает нутро вашему. И от собственного стыда ходит окольными и обманными путями. Для меня было бы высшим счастьем, так говорит себе ваш изолгавшийся дух. Смотрите на жизнь без вожделения, а не как собака с высунутым языком. Вы счастливы в содержании с умершей волей, без приступов и алчности себя любви. Холодным и серым всем телом, но с пьяными глазами месяца. Жажда объективного познания, говорит Заратусство, на самом деле продиктована субъективным духом. Но этот субъективный дух все время подавляется объективной целью и объективностью самого познания. То есть Ницше постулирует субъективизм. Да, Ницше говорит, вас к вашему познанию влечет субъективность. Но кто-то солгал вам, что ваше познание должно быть объективным, а не субъективным. То есть оно должно быть... Что значит созерцательный? Что значит объективный? Это значит беспристрастный. Это значит стоящий вне стороны, не вмешивающийся, не действующий, наблюдающий. Ницше говорит, так быть не может. Уже сам факт того, что вы хотите наблюдать, говорит о том, что вы хотите вмешаться. Давайте я наступлю на мину и вспомню вместе с вами ваше детское переживание. Помните, как вы смотрели передачи о природе, и там какой-нибудь лев рвал какую-нибудь антилопу? Или еще лучше, вы видели, как умирает лосось после спаривания? Или еще лучше, вы видели, как этот лосось прыгает, значит, вверх по водопаду, и его хватает медведь? И вы все время думали, почему оператор не подойдет и не поможет? Почему он только наблюдатель? Что за фигня? Происходит какой-то ужас, почему он не исправит этого? Это все есть результат абсолютно естественный. Неестественным как раз является попытка при созерцании чего-то отстраниться. И эта неестественность продиктована формально объективными требованиями созерцания и объективистскими требованиями науки шире. Ницше говорит, как и Маркс. Помните, как Маркс формулирует эту мысль? О том, что философия должна перестать созерцать и начать изменять миру. Ницше говорит ровно то же самое, что и Маркс. Пора перестать верить в возможность объективного познания, пора перестать себя вести так, как будто объективное познание существует. Субъективное познание исходит из субъективного духа и заряжено желанием изменений, связанным с субъективным духом. Философия больше не созерцает, философия созидает, философия изменяет. И изменяет, опять же, чисто на субъективных основаниях. В таком случае Ницше предлагает охранить науку. Конечно! Мы немножко говорили об этом с вами. Давайте для Максима Павловича я скажу. Есть книжка Ницше с Final Teaching. Плохая. Но там есть замечания от автора хорошие. В этой книжке автор говорит, Ницше хочет все изменить. И он собирается это сделать с помощью новой антологии, новой аксиологии и с помощью новой теории познания. Старая теория познания употребляла Логос. Новая теория познания должна перестать употреблять Логос. Логос должен быть побежден. В этом смысле наука должна быть побеждена, потому что вся наука целиком основана на Логосе. Основана на строгих философских доказательствах. Основана на логике. Основана на беспристрастности, в кавычках, наблюдателя. Все это должно быть разрушено, потому что все это ведет в никуда. Нужна какая-то новая наука. Нечто, что заменит старую науку, основанную на Логосе. Нужен какой-то новый Логос, в кавычках. Вы знаете, что это за Логос, что это. Кто враг Логоса? Да, Юфос. Помните, откуда он это берет? Прямо из Протогора. Протогор говорит, Мюфос, я сейчас вам расскажу. Сократ говорит, не-не-не, сейчас я тебе Логос расскажу. Так, Мюфос и Логос расходятся. До этого момента они одинаковые. И то история, и эта история, и то рассказ, и это рассказ. Только теперь Логос – это основанный на логике рассказ. А Мюфос – это основанный на воображении рассказ. На лжи, если хотите. Но мы уже говорили с вами об импотентности истины и максимальной потенциальности лжи. Рассказ, основанный на Мюфосе, всегда более потенциален, всегда более богат, всегда более… Да, я хочу сказать, не креативен, а всегда более богатая почва для креативности. То есть вы можете в Мюфос что-то вчитать еще. Если вы обратите внимание, когда Ницше пишет что-то, по ту сторону добра и зла, в генеалогии и морали, всегда вы будете замечать, что это… Если вы будете обращать на это внимание, всегда вы будете замечать, что это не тезис. Это всегда «если бы», а может быть, давайте представим. Он всегда говорит мифами. Он всегда говорит Мюфосом. Он никогда не говорит Логосом. Что имеет в виду Ницше? Что это за новая наука? Это наука, каким-то образом смешанная с моралью. Что значит в науке отстраненность? Отстраненность в науке значит как бы им моральность. Но мы уже знаем, что в случае с той же медициной это абсолютная моральность. И с большинством наук это абсолютная моральность. Наука должна служить сохранению жизни. Наука должна встать на место религии, когда религия отходит на второй план. Но наука морально-реалитивна, поэтому что медицина говорит о том, что мы не должны причинять больше человеку, потому что ему больно. Мы должны спасать жизни, не правда ли? Это говорит медицина. Да, да. Ни одна наука не существует сама по себе. Она существует в рамках ценностных установок общества. И служит, служит в кавычках, ценностным установкам общества. Какие это установки? Откуда они взяты? Мы знаем, откуда они взяты и что это за установки. Ставала ли наука до Сократа? Да. Она ведь выглядела не как современная наука. И человечеству она не служила вообще. Не было ни эксперимента, не было ни необходимости, чтобы наука кого-то спасала. Это была совершенно другая наука. Тезис примерно такой. Любая наука, как и любая деятельность человека, зависит от понятия хорошо и плохо, добро и зло. Нельзя выдумать такую науку, которая бы не зависела от этого. Потому что иначе как ей можно заниматься, а как ей нельзя. Еще раз, математика абсолютно не этичная наука, потому что она просто пределана этикой и моральной. Чему ультимативно служит занятие математикой? Оно служит тому, чтобы нам живлось лучше. Нет. Как это нет? Как решение уравнения, допустим, как выведение уравнения Дрейка, но это, правда, ближе к физике, помогает нам влучшить жизнь? Никак. Не ее цепь. Математика существует, потому что она нужна обществу. Потому что то же самое уравнение. То есть от математики мы идем к физике, а от физики мы идем к чему-то, что потом будет выгодно для... Ну, с одной стороны, тут два завещания, с другой стороны, если мы возьмем сообщество математик, то... Им как бы все равно, да? Им как бы все равно, да? Никого не служат, они служат, им это интересно ради истины. Да, именно поэтому они не философы, а ученые. То есть они находятся внутри ценностей, которые не ими созданы, они просто их приняли и все. Логика Ницше в уничтожении науки Лоббеса, она не обоснована, потому что наука не служит морально. То есть ученые могут из моральных соображений что-то делать, но сама наука, она... А наукой они заниматься могут из моральных соображений? Могут, но сама наука не делает науку морально. Мне кажется, все-таки Ницше говорил о уничтожении Лоббеса в плане гуманитарного знания. Нет, нет, наука в целом должна быть пересмотрена. То есть как мы отрвем гуманитарное знание от негуманитарного никак? И сейчас мы видим, что оно никак не отрывается больше. То есть он наоборот говорил... Тогда здесь вот этот аргумент про служители науки, которые должны из философа, которые будут заниматься мифом, и служители науки, которые будут заниматься все то, что называется наукой. То есть мы не говорим с этой сферы, но все это будет приводить к тому, что мы из-за этого уже формируем... То есть в многом случае наука будет играть на ценности? Да, 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 да. Ученые притворяются, что они заняты объективным поиском истины и ничем другим, что их только истина интересует. Это не так. На самом деле они находятся внутри ценностных установок. Они являются служащими. Вопрос. Эти ценностные установки принимаются нами или нет? И ответ – нет. Эти ценностные установки возникли от Сократа. Они внутри сократического оптимизма работают. Когда этот сократический оптимизм заканчивается, они работать перестают. В этом смысле нам нужна новая наука. Наука, которая не связана с сократическими установками. Наука, которая не будет создавать из ученого пассивного наблюдателя. Наука, которая не будет говорить ученому ложь о том, что он является пассивным наблюдателем. Что он ценностно ненагружен. Что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в данный момент. То, что я говорю вам, конечно, мягко говоря, сомнительно. И ниши дальше никуда не продвинутся. Речь о том, что ученый должен понимать, что он не беспристрастный наблюдатель. А что он выходит, входит в науку с уже готовыми моральными установками. Эти моральные установки он должен применять прямо внутри науки. Давайте мы возьмем гуманитариев. Я думаю, с гуманитариями вообще не будет никаких проблем в этом плане. Ну, понятно. Да. Вот то же самое только для естественной науки. То есть математик, вырывающийся внутрь, чтобы что-то сделать. Не наблюдать, не созерцать. Ниши такие люди нужны, служители. Да, да, да. Они, конечно, служители. Но речь идет о том, что они теперь служат в новой парадигме. То есть они не обманывают себя. У них ценностные установки, которые дает им ниши. Они не могут по-другому найти то, что... Ну, это логос вы не воспроизводите. Истина на истину дает истину. Что Ниши может по-другому сказать? Если эксперимент тысячу раз повторенный, будет давать Ниши результаты. Мы можем эти результаты взять? И тут другой вопрос. Как мы интерпретируем эти результаты? Но мы... Но это же истина. Истина результаты или нет? Слышали ли Ниши? Мы коснулись очень тяжелого вопроса, на который, естественно, у меня нет ответа. Смотрите, я лишь могу указать вам туда, куда указывает Ниши. Была ли наука до эксперимента? Была. Греческая наука не знала эксперимента вообще. Никто даже не пытался. Это было чистое то, что в кавычках можно назвать служением жизни. Не истине, а жизни. Нет, я понимаю, например, Ниши, но опять... Мне кажется, что здесь так должно быть, что есть люди, служащие. Значит, науке, которая занимается... Вот тем, что занимается наука, экспериментом... Как бы к нему, наверное, лишнее относиться, надо бы признать, что эксперимент дает данные, эти данные постоянно. На основе этого уже должно формироваться. Я понимаю... Потому что иначе мы просто потеряем те вещи, которые... С посередине, к чему мы пришли. Я понимаю ваше возмущение и разделяю его. Но смотрите, разве Ниши не говорит нам о том, что ложка гораздо ценнее, чем истина? С одной стороны, я думаю о неэтичных экспериментах. То есть это первое, когда ученый врывается в эксперимент. Он перестает быть этичным. И неэтичные эксперименты не только тогда, когда врываются ученые, но и неэтичные сами по себе. То есть эксперименты, производящиеся с моральной установкой в голове. И второе, это вопрос, который мы только что обсудили. Вопрос касательно того, что жизнь существует только на основании лжи. Она не существует на основании истины. И потому ценность истины является переоцененной. Она никуда не ведет и ничего не дает. То есть ученый, который не занимается поиском истины, который занимается созданием лжи. После ниши это любой гуманитарий. После ниши это любой ученый. Забудьте о данных. Сами по себе данные ничего не показывают. Это просто обобщение. Впереди интерпретация данных. И вот интерпретация данных всегда выдает в ученом идеолога. Так интерпретация данных была и ниши. Интерпретация данных всегда. Это то, что ниши говорит. То есть интерпретация была всегда. Но только всегда они думали как о созерцательном поиске истины, а не как об интерпретации. И ниши первый, кто говорит не-не-не-не. Вы всегда... То есть не надо... Что бы говорить ниши? Не надо притворяться. А неважно, как вы это назовете, по факту это является поиском истины. Потому что Ньютон... То есть взять дороже Ньютона. Его механика, которую потом говорит, что Эйнштейн разнес, его механика строилась не на том, что он интерпретировал данные, полученные в Флокс, в ходе исследований, в ходе вычислений. Или Тихо-Брага. То же самое. Он не просто предоставил данные. Вот, смотрите, вот тут цифры такие-то, цифры такие-то, провалакс такой-то и все. Он их интерпретировал. И пришел в итоге к... Он их интерпретировал, чтобы найти истину. То есть у него были данные. Он говорил, я занимаюсь поиском истины, сейчас мы ее найдем. А должен был интерпретировать, чтобы создать ложь. Он создал ложь в итоге? Создал, конечно. Потому что была Ньютоновская вот эта макрофизика, которая ни черта не работает. Которую Эйнштейн и опрокинул. Создал ли он ложь? Создал. Но он создал ее ненамеренно. Создал ее случайно. То есть он сам себя обманул и всех вокруг обманул. Это противоречит первой добродетели, о которой говорит Ньютши. Самой младшей добродетели, самой молодой добродетели. Честности. Обманывать нужно самосознанием. Зная, что вы кого-то обманываете. А не невинный обман. Но в любом случае, это катастрофически тяжелый вопрос. И не факт, что... Значит, не удалось, понятно по факту, и не факт, что удалось бы вообще Ньютше провернуть такой фокус с наукой. Да. Я понимаю, что он хотел на основании. Единственное, вот в чем ошибка Ньютша была. О том, что он принял становление, всеобщее... Вот становление как общий принцип. Бытие вообще не существует. С точки зрения... И поэтому, исходя из этого, в его картине мира, конечно, наука – это ложь. Но, значит, существуют ли законы природы? Мы должны сразу быть честными и понимать. Закона природы не существует. Каждый день будет все меняться. И все то, что... Ну, в смысле, не существует ничего вечного. И закон природы так же не работает. Так же не вечно. Завтра, да. Относительно истории. Закон природы не вечно. Относительно истории пока не нет. Ньютша, конечно, задаст планку амбиций выше и скажет. Он уже говорил нам, мы читали. Идея о законах, которые транслируют нам физики, это народная идея. Только народ думает о законах. На самом деле, говорит Ньютша, каждый раз, если мы интерпретируем мир как волю к власти, каждый раз, в каждый конкретный момент сталкиваются просто разные воли к власти. Одна из них больше, другая меньше. Все. Ньютша пытается победить дух тяжести. Победа над Логосом, одним из уровней духа тяжести, требует изменения науки. Как только Логос Сократа будет преодолен, Сократическая позитивистская наука погибнет. Нужна какая-то новая наука. С чем занимается позитивистская наука? Чем занимается позитивистский ученый? Он все время притворяется, что он не при делах. Ручка падает, я вообще здесь не при чем. А новый ученый должен вмешиваться. А новый ученый, да. А это не происходит сейчас? Опять же, когда мы... Как только вы говорите о гуманитарных науках, происходит сто процентов. Сто процентов. Обязательно, естественно, те же самые... Чтобы... Ну, нужно суметь создать еще какую-то частицу, чтобы ее описать. Пусть благодаря, с помощью специальных экспериментов, но мы уже их создаем, а не просто ищем вокруг. И получается, что отчасти не шифра. Мы уже вмешиваемся в эксперимент, а не просто... Как построить такой эксперимент, при котором вот эта штука, которую мы хотим, чтобы она была, была, да? Да, мы сами ее создаем, целенаправленно. И потом мы сделали математическую модель. И потом думаю, а вот должна получиться такая частица. Берем, разгоняем где-то все. И она получает, что и ура, бинго. Нет, я мог бы пельнуть это и сказать, это предсказательная сила науки, которая подтверждается экспериментом. Да? Не так, как... Но отчасти, отчасти хотелось все равно... Уже больше... Если вы так думаете... Уже большее решательство науку, по крайней мере. Если вы так думаете, я не буду с вами спорить. Хорошо, давайте двигаться дальше. Для меня было бы лучшим так соблазнять самого себя соблазненной любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикасаться к ее красоте. И я называю непорочным познанием всех вещей, когда я ничего не хочу от них, кроме права лежать перед ними, подобно зеркал сотни глаз. О, вы, чувствительные лицемеры, вы, сластолюбивцы. Вам не достает невинность в желении, и вот почему клевещете вы на желание. Поистине не как творящие, страющие и радующиеся становлению любят его землю. Где есть невинность? Там, где есть воля к рождению. И кто хочет творить из себя и выше себя у того самого чистого воля? Новая объективность – это способность верить в собственное творение. Причем верить в каждое новое собственное творение. Том 5, страница 337, параграф 12. Допустим, что подобная воплощенная волей контрадикцией и противоестеству была бы употреблена для философства. Заметьте, допустим. На чем бы она дала проявиться своему сокровеннейшему произволу? На том, что по всей очевидности ощущается как истинное, как реальное. Именно там, где собственная истина жизни безусловнейшим образом полагает истину, станет она искать заблуждение. Она, к примеру, как это делали аскеты философии Веданта, сведет телесных иллюзий. Равным образом боль, множественность, оппозиция понятий субъект и объект – все это кажется заблуждениями и ничем, кроме заблуждений. Отказать вере своему «я», самому отрицать собственную свою реальность – какое торжество. Уже не только над чувствами, над явственно взрывом, но некий гораздо более высокий вид торжества, свирепый акт насилия над разумом, слудострасти, достигающей пилиминации в тот самый момент, когда аскетическое самопозрение и самоиздевательство разума постановляет – есть царство истины и бытия, но разум – это как раз и исключенный из него. В конце концов, не будем именно в качестве познающих неблагодарными за столь решительные выкрутасы привычных перспектив и оценок, которыми дух, по-видимому, слишком долго кочунственно и без нужды изводил самого себя. Увидеть однажды все иначе, захотеть увидеть иначе, есть немалая выручка и подготовка интеллекта к возможной твоей аффективности. Если разуметь, вот последнее незаинтересованное созерцание, не незаинтересованное созерцание, каково есть чушь и нелепость, а умение оперировать своими за и против, заставляя их возникать и исчезать по усмотрению и учась, таким образом применять в целях познания именно разнообразие перспектив и аффективных интерпретаций. Будем-ка лучше, господа философы, держать впредь ухо вострок перед опасными старыми брениями понятий, полагавшими чистый, безвольный, безболезненный, безвременный субъект познания. Убережем себя от щупальцев таких контрадикторных понятий, как чистый разум, абсолютную духовность, познание само по себе, что требуется в них всегда. Так это мыслить глаз, который никак не может быть помыслен. Глаз, который должен быть начисто лишен взгляда и в котором должны быть парализованы, должны отсутствовать активные и интерпретирующие силы, только и делающие зрение способностью узреть. Здесь стало быть от глаза всегда требует зачушь и нелепость. Существует только перспективное зрение, только перспективное познавание. И чем большему количеству аффектов предоставим мы слово в обсуждении какого-либо предмета, чем больше глаз, расширенный глаз, сумеем мы для этого... У нас лично. Различный глаз. Сумеем мы для этого мобилизовать, тем полнее окажется наше понятие об этом предмете, наша объективность. Устранить же волю вообще вывести из игры все без исключения аффекты при условии, что нам удалось бы это, как, не значило бы это кастрировать интеллект. Я думаю, не надо ничего пояснять, тут все в принципе понятно. Где есть невинность, там, где есть воля к рождению, и кто хочет творить из себя и выше себя этого самая чистая воля. Где есть красота, там, где я должен хотеть всей воли, где я хочу любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом. Любить и погибнуть, это созвучно от вечности. А воля к любви, это значит хотеть также смерти. Так говорю я вам, трусы. На ваш косой взгляд скопца хочет называться созерцанием. А к чему можно прикоснуться трусливым взглядом, должно быть окрещено имени прекрасного. О, вы, оскорнитель благородных имен. Но в том проклятии ваше, вы, не запятнанные, ищущие чистого познания, что никогда не родите вы, хотя бы широко, как на сносях, лежали на горизонте. Поистине вы набрали полный рот благородных слов. И мы должны верить, что ваше сердце переполнено, лжецы. Но мои слова ничтожны, презренны, кривы. Охотно подбираю я то, что на ваших трапезах падает на запад стол. Все, еще могу сказать имя истины, вам лицемерам. Да, мои рыбьи, косточки, раковины, колючие листья должны щекотать нас и лицемерам. Дурной запах всегда вокруг вас и ваших трапез, ибо ваши похотливые мысли, ложь и притворство прямо таки висят в воздухе. Осмельниче сперва поверить самим в себе, в себе и нутру своему. Кто не верит себе самому, всегда лжет. Личиной Бога закрылись вы от самих себя. Вы, чистые, в личине Бога укрылся ваш ужасный кольчатый червь. Поистине обманываете вы созерцающие. Даже Заратустер был обманут вашей божественной оболочкой. Не угадал он, какими клубками змей была набита она. Ну, это, скорее всего, прошу пингавору. Душу Бога мечтал я некогда видеть играющих в ваших играх. Вы, ищущие чистого познания. О лучшем искусстве ими мечтал я когда-то, чем ваше искусство. Замениную нечисть и дурной запах скрывала от меня даль, и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь. Но я подошел к вам ближе, тогда наступил для меня день. И теперь наступает для вас кончились любовные похождения месяца. Взгляните на него. Застегнутый, бледный, стоит он, перейдутый низ за рёю. Уже близко оно, огненное светило, и его любовь приближается к земле. Невинность и жажда Творца есть любовь всякого солнца. Смотрите же на него, как оно нетерпеливо поднимает над Моем. Разве вы не чувствуете жадного горячего дыхания и его любви? Моем хочет он напиться. Хочет напиться оно, вбирать его глубину к себе на высоту. Тысячу грудей поднимается к нему страсть Моя. Оно хочет, чтобы жажда солнца целовала его и убивалась им. Воздух хочет оно, воздухом хочет стать оно, и высотою, и стезёю света, и самим светом. Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь, и все глубокие моя. И вот, что зовётся для меня познание. Всё глубокое должно подняться на мою высоту. Так говорит царь. Да. Солнце это жизнь. Я говорю, что солнце, ну, солнце любит жизнь, и все глубокие. Это было в самом начале. Теперь Золотовский говорит нечто иное. Солнце любит жизнь, потому что оно даёт жизнь, иными словами, потому что всякая жизнь принадлежит солнцу. Оно его. Потому что наши мы надеялись. Да, да. А что касается всех глубоких морей, что есть в глубоких морях? Чем глубже, тем что? Тем темнее. Конечно. В глубоких морях ещё есть тьма. Есть место, куда солнце не достигает. Можно ли считать вот это соотнесение солнца до луна как то, что философия это солнце? И... Философия до сегодняшнего момента до Ницше была луной. Она отражала солнечный свет. Философия, которую он хочет принести, это... Философия будущего, да? Да. Философия будущего это солнце, а наука это луна отражающий свет. Про науку сейчас ничего не говорим. Ну... То есть философия была как луна, она должна стать как солнце. Шире наука была как луна, она должна стать как солнце. Хорошо. Наспорились о науке, пришло время поспорить ещё немножко о науке. Об учёных. Пока я спал, овца поняла себе дать венок с плеча на моей голове. И обедая, говорила она, за рату стране учёный больше. Сказала непоступна. Смотрите, если предыдущая глава была про объективность, это глава про тех, кто хочет быть объективными. А почему венок с плеча? Не отвечу вам. Почему венок, я понимаю. И вы понимаете, мы все понимаем. Потому что плечи, это символическое, символ познание. Поэтому есть лига плеча. Хороший ответ, Сказала, а почему венок? Потому что как Иисус с венком. Плющик, просто Плющик, это символ Диониса. Плющик, это символ Диониса? Да, виноградного ваза и познание. Второй символ Плющик. Ну, видите, вообще, вы больше меня разбираетесь в этом отлично. Получается, что золотухство как бы коронован познанием и коронован Дионисом. И вот к нему подбирается этот проклятый овца-учёный, который собирается съесть его и съест его венок. Сказала, и выступный городу удалилась. Ребёнок рассказал мне об этом. Люблю я лежать здесь, где играют дети у развалившейся стены среди чертополох и красного мака. Я всё ещё учёный для детей, а ещё для чертополох и красного мака. Не видно они даже в своей злобе, но для овец я уже не учёный. Так хочет мой жеребий, да будет он благословение. Ибо вот истина. Ушёл я из дома учёных и ещё захлопнул за собой дверь. Слишком долго сидела моя душа голодная за их столом. Не приучился я подобно им к познанию, как щёлканье ое. А свободу люблю я и воздух на свежей землёй. Лучше буду я спать на вологих шкурах, чем на званиях и почестях их. Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей. Часто перехватывают у меня дыхание. Тогда мне нужно на простор прочь из всех заполенных комнат. Но они прохлаждаются в прохладной тени. Они хотят во всём быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце жжёт ступени. Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет на людей, так ждут и они и глазеют на мысли, подуманные другими. Если дотронуться на них руками, то от них по неволе поднимается пыль. Как от мучных мешков. Но кто уже догадывается, что их пыль взвёт от зерна и от золотых даров нивы. Когда выдают они себя за мудрых, не ознобидят от мелких изречений и истин. Часто от мудрости их идёт запах, как будто исходит она из болота. И поистине я слышал, как лягушка квакала из неё. Да, как же изменить учёных? Том 5 страница 126 подогрев 207. А мы пойдём в том 5 страница 59 подогрев 25. То есть мы сейчас посмотрим, зачем нужны учёные. душа человека и её границы вообще достигнуты до сих пор объём внутреннего опыта человека, высоты глубины и далее этого опыта, вся прежняя история души и её ещё не исчерпанной возможности вот охотящий уводь предназначенный для природенного психолога и любителя большой охоты. Как часто приходится ему взглядать в отчаянии. Я один здесь, а только один, кругом этот огромный детственный лес. И вот ему хочется иметь в своём распоряжении несколько сот идей и обученных исчерек с островнюхом, которых он мог бы послать в волость истории человеческой души, чтобы там загонять свою личь. Но тщетно он вновь и вновь бесповоротно сгодяще убеждается в том, сколь малопригодны помощники и собаки для отыскания всего того, что возбуждает его любопытство. Неудобство посылать учёных в новые опасные охотничьего возе, где нужны мужество, ум и тонкость, у всех смысла заключается в том, что они уже более непригодны там, где начинается большая охота. А вместе с нею и великая опасность. Как раз там они теряют своё острое зрение и нюх. Достаточно. Вы видите, зачем нужны учёные и философу. Чтобы искать то, что он хочет найти. Ну, они всего лишь занимаются мелкими вопросами, приуготовкой к большой охоте, к настоящему исследованию. То есть, они занимаются умом пиявки, особенностью детского поведения, особенностью сексуальности и так далее. То есть, они решают очень мелкие вопросы, которые на самом деле очень легко решить, просто нужно больше времени и сил, которых нет у настоящего философа. Настоящий философ приходит и пользуется их достижениями для большой охоты, для решения глобальных задач. А теперь мы переходим туда, куда я вам говорил. Как бы ни были мы всегда благодарны объективному уму, а кому же еще не надоело уже до смерти все субъективные и своего проклятые крайне целевсозностью. Тем не менее, следует в конце концов научиться быть осторожным в своей благодарности и воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче пославляют отличение от своего я, и обезличение духа, видя в этом как бы цель саму по себе, как бы освобождение и просветление, что именно и происходит мгновенно внутри пессимистической школы, имеющей со своей стороны веские причины для преклонения вреда бескорыстного познавания. Объективный человек, который уже не проклинает и не бронит подобно пессимисту, идеальный ученый, которым научный инстинкт после тысячек разных частичных и полных неудач, наконец-то расцветает и отцветает, без сомнения представляет собой один из драгоценнейших инструментов, какие только есть. Но находится он в руках более могущественного, он только орудие, скажем, он зеркало, он вовсе не самоцель. Объективный человек в самом деле представляет собой зеркало, лучше подчиняться всему, что требует познавания, не знающий иной радости, кроме той, что дает познавание отражения, он ждет, пока не возникнет нечто, и тогда нежно распластывается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже следы и мумолетные касания существ, деленных духом. Все, что еще остается в нем от личности, кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокоящим. До такой степени сделался он в своих собственных глазах проводником и отражает на чужих ему образов и событий. Следующая страница «Быть может». «Быть может» его он улучшает и здоровье, или мелочность и домашних асферах, созданных женой и друзьями, или недостаток товарищей и общества. И вот он принуждает себя поразмыслить о том, что тяготит его, но тщетно. Его мысль уже уносится прочь, к более общему случаю, и на завтрак он столь же мало, как и вчера, знает о том, что может ему помочь. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг, чтобы заниматься собой. Он весел не от отсутствия нужды, а от отсутствия пальцев, которыми он мог бы ощупать свою нужду. Он не поделил лишь там, где может быть объективным. Лишь в своем небезмятежном капитализме, он еще представляет собой натуру, еще натурален. Он и ниже, он также не может. Он также не может услышать образцом, он не идет ни вперед, ни перед других, ни за другими. Он вообще становится слишком далеко от всего, чтобы иметь причину брать в сторону добра или зла. Если его так долго путали с философом, с этим цезаристским взращивателем и насильником культуры, то ему оказывали слишком много чести. И проглядели в нем самое существенное. Он орудие, некое подобие раба, хотя, без сомнения, наивысший вид раба. Достаточно объективный человек. Объективный человек. Есть орудие. Это дорогой или поломающийся и тускнеющий изменительный прибор. Зеркало тонкой работы, которое надо беречь и ценить. Но одно не цель, не выход и не всход. И не дополняя других людей. Он не комплементарный человек, в котором обретает оправдание и все остальное бытие. Он не заключение еще того менее начала, зачатия и первопричина. Он не является собой что-либо крепкое, мощное, на себя самого опирающийся, что хочет господствовать. Скорее, это нежная, выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать какого-либо содержания и объема, чтобы принять вид, сообразность с ними. Обыкновенно этот человек без содержания и объема, безличный человек. Безличный человек, этого достаточно. Вот это то, о чем вы говорили, о том, что ученые должны встать на службу философам, и потому они являются абсолютно второстепенными, а не первостепенными. Идея важнее? А? Идея важнее. Конечно, ценностные установки это все, внутри чего мы существуем. А материал для этих ценностных установок, поставляемые учеными, он никакой самой по себе ценности не имеют. Но если философия или ротфа, то кому-то изучено? Это и проблема. Получается, что они как бы стали королями. При том, что не должны были и не могли. Получается, философы все-таки оставались господания, которые довисели. Да, А, да, 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 конечно, конечно, нет. Но надо же избавиться. Речь не про сверхчеловека, речь пока про ученого. Вот. Лучше вернемся назад и дочитаем остаток. Они лопкачи, у них искусственные пальцы, что моя простота при разнообразии их. Как сделать нитку и ткать и вязать снают их пальцем. Так вяжут они челки духа. Они хороши часовые механизмы. Нужно только правильно заводить и тогда показывают они безошибочное время и производят при этом легкий шум. Подобно мельницам работают они и долгут. Ну, чужды друг к другу и их добровестия противны мне еще больше, чем их лукавства и поддельные игральные кости их. И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и не излюбили они меня. Они не слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами и потому наложили они дерево и земли и ссору между мной и своими головами. Так заглушали они звук моих шагов и хуже всего слушали меня до сих пор самые ученые. Все ошибки и слабости людей наваливли они между собою и мною. Черным полом называли они это в своих домах. И все-таки хожу я со своими мыслями над их головами. И даже если бы я бы захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и над их головами. Ибо люди не равны. Так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы права хотеть. Так да, ученых восхваляют, но ученые не более чем инструменты. И никогда не были и никогда не будут не более чем инструментами. Наступающий позитивистский век ставит ученого на пьедестал. Мы в конце этого позитивистского века, он закончился, ученые ничего не стоят. Заратурство сразу знал, что они ничего не стоят и никогда не стоили. Тем более в рамках сократической позитивистской науки. Следующая глава об очередных переоцененных людях. Здесь начинаются, если я не ошибаюсь, надеюсь, я не ошибусь, ошибки учеников Заратустра. О поэтах? Про романтизм. С тех пор, как лучше я знаю тело, сказал Заратустра одному из своих учеников, дух для меня только подобие духа, а все неприходящее только подобление. Это беседа Заратустра с одним учеником. И мы должны увидеть кое-что, что хочет нам показать Заратустра. Это слышно я однажды от тебя, обещал ученик. И тогда запевают еще. Но поэти слишком на голгут. Да, это глава вторая. Почему сказал ты, что поэты слишком на голгут? Почему, сказал Заратустра. Ты спрашиваешь почему? Я не принадлежу тем, у кого позволено спрашивать об их почему. Я не принадлежу тем, у кого позволено спрашивать об их почему. О чем солгал Заратустра? О чем солгал Заратустра, но поэты слишком на голгут? Да, остальное. О чем он лжет Заратустра? Он лжет отдающей доброветели. Он не понимает ее сути. Поймёт он её лишь позднее, в самом-самом конце. И второе замечание. Ответ на этот вопрос – это ответ на вопрос... Я не принадлежу к тем, у кого позволено спрашивать об их почему. Ответ на этот вопрос – это ответ на вопрос об антисократизме Ницше. Почему Ницше не создаёт системы? Почему он не такой, как Сократ? И мы должны понять или обдумать этот новый антисократический способ мышления. Уже начали. И сейчас продолжим. Нам нужен том, шестой, страницу 23, параграф 5, где Логос и Мюфрус начинают воевать друг с другом. Сократ и греческий вкус меняются в пользу диалектики. Что же там, собственно, происходило? Прежде всего, ей оказался погрязнён аристократический вкус. Вместе с диалектикой наверх всплывает черный. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер. Они считались трудными манерами, они компрометировали. Молодежка достигли галятных. Также не доверяли всему этому выкладыванию доводов. Приличные вещи, как и приличные люди, не доставят своих доводов так вот в руках. Неприлично показывают всю пятерню. То, что сперва ещё должно себя показать, доказать стоит немного. Как существовало греческое общество до Сократа? На основании инстинктов. Инстинктов здорового тела. Но у Сократа нет здорового тела. И с помощью разума он начинает уничтожать уже загибающиеся инстинкты. Когда некто говорит Сократу, это хорошо. Сократ, как настоящий диалектик, говорит, докажи. А доказать невозможно. Но когда Сократа спрашивают о чём-то, Сократ может проследить всю цепочку от начала до конца. Сократ всегда как бы открыт. И это, конечно, признак черни. Всюду в диакторитет относятся ещё к числу хороших обычаев, где не обосновывают, а приказывают. Диалектика оказывается чем-то вроде бы бояться. На ним смеются, его не понимают серьёзно. Да, помните, как папа вам говорил, вы его спрашивали, а он такой, потому что я так сказал. Когда вы спорите, и вы говорите что-то типа, да нет. А он такой, нет. Потому что, почему это так? Почему мне нельзя после диетии? Потому что я так сказал. Вот как работает инстинкт и авторитет против силы разума. Тот, у кого нет ни авторитета, ни инстинкта, тот бежит к разуму. Потому что ответить на вопрос, почему папа так сказал, нельзя. Но у папы нет ответа на этот вопрос. Потому что папа не связан с разумом, с точки зрения. Естественно. Но если вы подумаете над этим, общество всё время до Сократа существовало именно с неразумной точки зрения. А сейчас? А сейчас Сократа начинает пытаться, да, да. Сократа. Пытаться, да. Помните, да, что ребята номер один, которые говорят, мы организуем общество в научном ключе, это социалисты? Угу. Сократ был бояться, заставившим принять себя всерьёз. Что же тут, собственно, произошло? Угу. Диалектику выбирать лишь тогда, когда нет другого средства. Известно, что ею возбуждает недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект, произведённый диалектиком. Это доказывает опыт любого собрания, где производится речь. Она может быть лишь средством вынужденной защиты рук от людей, не имеющих никакого иного оружия. Должно быть, приходилось завоёвывать своё право. Ни на что кроме этого она не годилась. Поэтому диалектиками были евреи. Рейн-Игелис был им как? И Сократ тоже им был? Да, и Сократ тоже был им. У Сократа нет авторитета, потому что он старый, уродливый, нищий и безродный человек. Поэтому он находит такой инструмент, который заставляет в глазах других его приобретать авторитет. Почему еврей-диалектик? Сократ – это первый еврей. Почему еврей-диалектик? Потому что еврею нигде нет места в Европе. Он всё время чужой. Особенно если вы посмотрите на таких ребят, как Спиноза, например. Евреи его не принимают, потому что он бросил верить. А это катастрофа. А все остальные его не принимают, потому что он еврей. Поэтому он и Бенедикт, и Барух одновременно. Да. Да. Это тоже хорошее замечание. Сократ – еврей, потому что Иисус тоже еврей. То есть они должны встроиться в одну парадигму – сократического христианского позитивизма. Познаваемости мира, строгости законов. Но если у христиан законы формируются Богом и обеспечиваются Богом, то у Сократа, например, законы формируются логикой и обеспечиваются логикой. Идея всё та же. Бытие. Вечное, неизменное, постижимое. То же самое. В конце тоже добродетель. Да, как мы уже обсуждали. Вот против этого Ницше выступает. И, естественно, назвать Сократа евреем – это как бы объединить его с Иисусом с одной стороны и сделать его изгоем в его обществе с другой. То есть показать чётко, что он всегда был изгоем, что он был уродцем. Что такое ирония Сократа? Что ещё у Сократа было помимо диалектики? Проражение протеста, эссентимент черни. Не оставляется ли он, как угнетённый своей собственной срепостью, вонзая как нож своей силлогизмом? Пстит ли он знатным, которых чаровывает? Истественно, если ты диалектик, то у тебя в руках беспощадное оружие, им можно тиранить. Побеждая, ты ещё и компомитируешь. Почему? Потому что... Диалектик? Диалектик вынуждает своего противника доказывать, что тот не идиот. Да. И естественно, он, конечно же, не может этого сделать. Ни один противник Сократа, ни один противник диалектика не может доказать, что он не идиот. Почему? Потому что все его поступки и мысли углублены в инстинктах, которые не поддаются рациональному объяснению. Соответственно, когда его спрашивают, почему ты так поступил, он не может дать рационального объяснения. Почему? Ну вот Сократ первый, кто говорит, я могу дать всему рациональное объяснение, всем поступкам. Диалектик, где потенцирует интеллект своего противника. Как? А если диалектика у Сократа является только формой мести? Является только формой мести. Да. Диалектика – это месть. Наука – это месть. Восемь. И дал понять, чему каталку и Сократ. Но теперь тем более надо объяснить, чем привлекал. Чем он привлекал. Во-первых, тем, что изобрел новый вид Агона, что был для знатных афинских кругов первым наставником на этом поприще. Он привлекал вудиагональный инстинкт Эдлина. Он принес свой вариант в состязании между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был еще и великим эротиком. Но Сократ угадал еще больше. Он видел кое-что за спиной своих знатных афинян. Он понимал, что его случай, его диосинкразия, уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготавлялось всюду в тиши. Старым Афинам приходил конец. Сократ стал возможен, потому что Афины уже возлагались на момент его появления. И Сократ понимал. И Сократ понимал, что все нуждаются в нем. Его средствах, его обращивания, его личные сноровки, самосохранения. Вовсюду инстинкты находились в анархии. Каждый был в пяти шагах от эксцесса. Монстром инонима, да? Монстром в душе. Был всеобщей опасностью. Инстинкты хотят стать тираном. Нужно изобрести противотирана, который был бы сильнее. Как, когда упомянутый физиономист. Да, что? Не будет ли противотиран тираном на тиран? Разум должен стать тираном над инстинктами. Разум должен... Да, разум должен диктовать инстинктам, что можно делать, а что нельзя. Вот отсюда возникает две вещи. Первое. Тяжесть жизни. Когда вы все время себя останавливаете. Когда вы все время себя бьете по рукам. Когда вы все время говорите себе. Нельзя. Это нельзя. То нельзя. Это нельзя делать. Ты хочешь вот так? Нет. Надо поступать совершенно иначе. Потому что это разумное поведение. Помните? Жизнь тяжело нести. Ну, вы, наверное, помните. Да? Вот это будет та жалоба, которую, естественно, дает простому человеку дух тяжести. Второе. Сократизм побеждает в моментах науки. Это его логос. Вот эти вещи две связаны тяжесть жизни и победа сократического логоса. То есть попытка задушить инстинкты, поставить на их место тиран разум. И наука позитивистская, которая вам так нравится и которую вы так защищаете. Они связаны напрямую. Как только Ницше преодолеет или как только Ницше сможет победить тиранию разума над инстинктами, а он, как вы понимаете, именно это и пытается сделать, как только инстинкты снова станут тиранами над людьми, то есть как только то, что Ницше называет волей к власти, снова превозобладает в человеке, вместо воли к истине, в кавычках, вместе с этим так сразу же вниз полетит и наука. То есть наука неизбежно падет, сократическая, как только падет дух тяжести в каждом конкретном человеке. То есть как только мы снимем тиранию разума над инстинктами, наука как сократизм и логос исчезнет навсегда. Почему? Потому что наука говорит, мы ценны, потому что мы говорим в соответствии с истиной. И мы можем от начала до конца застянуть всю цепочку истинных заключений. Но инстинкт говорит, ценно только то, что воплощает инстинкт. Ничего больше не ценно. И для этого не нужно никаких доказательств никому. Я просто хочу донести до вас мысль, что эти две вещи связаны. И что как сократ насадил одно, и затем автоматически появилось другое, то есть позитивистская наука, так как только Ницше снимет одно, автоматически падет и другое, то есть позитивистская наука. Это правда, сказал он. Но над всеми ними я стал господином. Как сделался сократ господина над собой? И в случае сущности было лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием. Что никто уже не был господином над собой. Что инстинкты обратились друг против друга. Он притягивал, как в этот крайний случай его внушающее страхуродство, говорило в пользу каждому глазу. В его пользу каждому глазу. Он притягивал, само собой, разумеется, еще сильнее, сильнее, как ответ, как решение, как кажущиеся в очевании в этом случае. Десятый. Коль скоро из разума понадобилось сделать тирана, как это сделал сократ, то должна была существовать немало угрозы того, что таким тираном сделается нечто иное. В разумности тогда угадали спасительницу. Не сократ, не его больные, они были больны разумными. Это было необходимо, это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие полностью набрасываются на разумность, выдают бедственное положение. Здесь в опасности вот только один выбор. Погибнуть или быть абсурдно разумными. Морализм греческих философов, начиная с Платона, условлен фатологически, равно как и их оценка диалектики. Разум равно добродетель, равно счастье. Это просто означает, надо подражать сократу и развить в темных возделениях раз и навсегда длинный свет. Длинный свет разума. Или я могу сказать вам солнечный свет разума, да? Одиннадцать. Идал понять, чем отчаровал сократ. Казалось, что он врач-спаситель. Нужно ли указывать еще на заблуждение, заложенное в его герия, по разумности любой ценой? Это самообман со стороны философов и моралистов. Будто они уже тем выходят из догаданца, что оговорят в твоему войну. Выйти из него, выйти из него выше их сил. То, что они выбирают как средство, как спасение, опять-таки является выражением догаданца. Они меняют его выражение. Они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением. Вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением. Смотрите, какой это адский приговор. Сократ был недоразумением. Вся мораль, вся исправительная мораль, и значит, христианская мораль, тоже была лишь недоразумением. Две с половиной тысячи лет недоразумение в Европе. Разумность во что бы то ни стало. Разумность во что бы то ни стало. Ясная, холодная, осторожная, сознательная. Без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктом, жизнь сама была лишь болезнью, иной болезнью, а вовсе не возвращением к добродействию, к здоровью и к счастью. Быть вынужденным побеждать инстинкты, вот формула для догаданца. Но пока жизнь восходит, счастье равно инстинктам. Да, когда становление движется вверх, инстинкт совпадает с возвышением. Двенадцатый, последний, давайте. Понял ли он это сам, этот умнейший сектор, и херпевший самих себя? Не сказал ли он это сам, это себе под конец мудрости, своей отваги к смерти? Сократ хотел умереть. И смотрите, Ницше знает, что в апологии Сократ хотел умереть. Но он приписывает этому желанию особый вывод. Сократ хотел умереть. Не Афина ему, а он себе дал чашу с ягодом. Он вынудил Афины дать эту чашу. Сократ не врач, тихо скрывал он себе. Одна смерть здесь врач. Сократ сам был долго всего лишь больным. И мы уже читали это. Мы должны осклепить петуха. В конце он сам признал, что он не лекарство, что разум это не лекарство, и он не врач, что врач только смерть. Он болен, и он взял всех остальных больных. Нет, он был болен и думал, что нашел лекарство. И все остальные вслед за ним начали подбирать это лекарство. Но сам он, в конце концов, понял, что разумность это не лекарство. То есть, на самом деле, он был пессимистичен не только по отношению к жизни вообще, но и к разуму, в частности. Я думал, что я наскорбину на самом деле ел тик-так. Нет, он понял, что он на самом деле ел тик-так. Ну, я и говорю, а все остальные нет. Иными словами, Сократ был пессимистом. Разумность это орудие пессимиста, но это орудие, претворяющееся оптимистичным. Мы все еще находимся в этой иллюзии, которую создал Сократ, и которую Сократ сам для себя уже давно разбил. Хорошо, я думаю, что мы на этом остановимся, а потом вернемся и прочтем еще раз начало о поэтах, и я даже немножко поговорю по поводу чего-нибудь еще. Продолжение следует...